Во-первых, мы рассказываем здесь о наших новых продуктах и технологиях. Мы традиционно принимаем активное участие в программной части, то есть обычно у нас 3-4 спикера, мы рассказываем, что мы продвинулись, что мы нового узнали за прошедший год, делимся экспертизой, узнаем, что произошло на рынке от наших коллег и вообще это хороший формат обменяться мнением, получить новую информацию и понять, что происходит. Можно выделить темы продуктов, то есть мы смотрим, какие продукты представлены на стендах, что представляем мы, что нового, куда движется рынок. И это, безусловно, вопросы экспертизы. Мы тоже отслеживаем команды экспертов, где они группируются и в каком направлении развиваются. Последний год выдался все-таки довольно-таки относительно спокойным, потому что предыдущий год мы помним массовые эпидемии Нот Петя, Вона Край. И казалось бы, что нам с этой тяжелой действительностью предстоит жить каждый день. Ну, на счастье, оказалось по-другому, но тем не менее, все эти события позволили нам как-то мобилизоваться, понять, чего нам не хватает для качественного реагирования на подобного рода инциденты. И в целом мы движемся в нужном направлении. На сегодняшний день парадигма обеспечения информационной безопасности чуть-чуть перешла в другую плоскость. То есть сейчас вопрос стоит не так, что нужно защитить, а так, чтобы обнаружить и сузить окно возможностей злоумышленников в собственной инфраструктуре. Собственная история построения security operation центров, она про это. Во-первых, появилось несколько крупных точек кристаллизации вот этой экспертизы. Появились крупные security operation центры, начиная от государственных, там, центр Госсопка, например, Финсерд, центр информационной безопасности Сбербанка, там, эксперт-секьюрити-центр Позитива. Эксперты знают друг друга и находятся в постоянном тесном информационном взаимодействии, что позволяет рассчитывать, что мы сможем как-то быстрее и качественно реагировать на вызовы сегодняшнего дня. Основное изменение, которое произошло, то, что вопросы информационной безопасности стали небезразличны как для бизнеса, что не было раньше, так и для IT-служб. И с точки зрения обеспечения возможности выстроить качественно этот диалог с бизнесом, этот диалог с IT-службами, это очень большой вызов для тех профессионалов, которые собрались сегодня здесь. Субтитры создавал DimaTorzok